Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш цикл лекций по дисциплине правоведения, ну, будем прочь, да, лекции. Цикл лекций по праву. И сегодня давайте поговорим с вами о следующей теме, да. Тема номер три, занятия номер, ну, лекция номер три, тема номер три, понятие правоотношения и виды правоотношений. Ну, все люди вступают в общественные отношения. Эти общественные отношения уносят различный характер, да, то есть какие-то отношения регулируются моралью, допустим, отношения дружбы, отношения любви, какие-то отношения регулируются нормами религиозными нормами, да, то есть отношения по поводу, допустим, церемоний, ритуалов, я не знаю, там, крестный ход, как пример, да. Какие-то отношения регулируются право. Для того, чтобы регулировать отношения права, необходимо, чтобы возникло такое явление, как юридический факт. Что такое юридический факт? Юридический факт – это основание возникновения права отношения. И юридические факты, с точки зрения воли субъекта, делятся на два вида. То есть есть юридические факты события, есть юридические факты действия. Юридические факты события – это такие юридические факты, которые возникают независимо от воли субъекта. Например, это природное явление. Можно вспомнить наводнение в городе Крымск, совсем недавно, года три назад, которое произошло в Краснодарском крае, по-моему. И в результате вот этого наводнения стихийного бедствия возникли определенные отношения, которые потребовали урегулирования с точки зрения закона. То есть я здесь имею в виду отношения, связанные с выплатой компенсации тем гражданам, которые понесли существенные имущественные вреды. Есть события действия. Действия, которые, опять же, бывают двух видов – это правомерные и противоправные, ну или неправомерные. Так вот, действия – это то, что зависит от воли человека. Это может быть заключение договора, это может быть вступление в брак, это может быть, ну не знаю, да, какой-то договор о дарении, то есть дарение той или иной вещи. Почему? То есть они как раз дефиксировали, да, то есть события есть, то, что должно быть. Еще юридические факты можно поделить на три вида, то есть юридические факты бывают правообразующие, правоизменяющие и право восстанавливающие. Правообразующие юридические факты – это такие юридические факты, которые, ну, возникнут юридический факт и возникли определенные права и обязанности у человека. Ну, например, да, допустим, я не знаю, ну, заключение договора, допустим, я оформляю кредит, не дай бог, конечно, мало ли, оформляю кредит в банке, и вот этот правообразующий факт между мной, как должником, да, и банком, как кредитором. И у меня возникает право, первое право, да, это требует, чтобы мне дали денежную сумму, ну, кредит в банках кредита, да, на определенный срок. И возникает тут же обязанность, то есть что сделать, да, этот, как бы эту услугу оплатить. Дальше, правоизменяющие, то есть это такие юридические факты, которые меняют уже существующие, возникшие правоотношения. Ну, например, да, есть семейные правоотношения между мужем и женой, да, и они решили принять, заключить какой-то брачный договор. Так вот, как раз брачный договор и его принятие будет, и оно существенно изменит общественное отношение между супругами, допустим, по вопросам имущества. Вот, третья, допустим, третья группа, да, это право прекращающий юридический факт. Ну, допустим, вот я выплатил кредит полностью банку, я отдался с процентами, и договор он заканчивается. То есть, вот, и у меня, вот, я полностью исполнил свою обязанность, банк исполнил свою обязанность, да, и у нас, по сути, прекратились какие-либо правоотношения. Вот это по сути, как-то запомните. Любое правоотношение состоит из трех элементов. Три элемента. Это субъект, это объект и содержание. Субъект правоотношения. То есть, что это такое и с чем интерес, да. Субъект – это активный участник правоотношения. Субъектом может быть физическое лицо, то есть люди в целом, да, может быть юридическое лицо, причем, друзья, юридическое лицо – это не человек с высшим юридическим образованием, да, это определенная организация, которая состоит на налоговом учете и, ну, государственными органами, например. Вот. Для того, чтобы субъект мог участвовать в правоотношениях, необходимо, чтобы у него было такое состояние, которое называется правосубъектность. Правосубъектность – это совокупность правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Правоспособность – что это такое? Правоспособность – это способность иметь определенные права и обязанности. Правоспособность у человека возникает с момента рождения, а момент рождения определяется медицинским критерием и юридическим, то есть медицинские критерии это отделение плода от тела матери, как бы говоря, юридические критерии это заполнение соответствующих документов, как бы говоря. Правоспособность у человека, она возникает с рождения и заканчивается с моментом смерти. И вот тут как бы юридически существуют определенные вопросы по поводу того, а можно ли как-то ограничить правоспособность. Ну, в принципе, правоспособность может ограничиваться в следующих случаях. То есть вариант номер один, в том случае, если человека признают безвестным отсутствующим. И вариант номер два, если человека признают безвременно умершим. Что значит приостановление или ограничение правоспособности? То есть у человека, ну, бывает, как бы отсутствует право в стильных отношениях. Хотя, вот мне кажется, что признание человека безвестным отсутствующим, безвременно умершим, да, все-таки не приостанавливает и, ну, в какое-то время даже, знаете, прекращает, предвозвращает правоспособность, потому что он во пределы отношения вступить уже не может до тех, пока он как бы там не появится. Что касается юридического лица? Когда у юридического лица возникает правоотношение? У юридического лица правоотношение возникает с момента государственной регистрации в налоговых органах. Для того, чтобы зарегистировать юридическое лицо, да, необходимо, чтобы у вас был определенный учрительный документ, это, например, может быть, устав или учрительный договор, чтобы было наименование, необходимо, чтобы были органы управления, чтобы у вас было, конечно же, определенное обособленное имущество, то есть имущество только этого лица, и вы ставите на учет. То есть есть такой документ, называется «Единый государственный реестр юридических лиц». И в нем вы четко, да, прописывается, устанавливается дата создания вашего юридического лица, и его наименование, и номер. Все, и у вас возникают определенные права и обязанности. Когда заканчивается правоспособность юридического лица? Заканчивается с момента ликвидации юридического лица, либо его реорганизации. Ликвидация – это прекращение юридического лица без создания нового юридического лица. Ну, допустим, следствие, допустим, несостоятельности банкротства, такое юридическое лицо, как Байкал-ФАМ, полностью прекратило свое существование. То есть было снято с учета, все залги там были расписаны, да, и так далее. Путем, допустим, реорганизации, когда, ну, что возможно, в лианте, да, то есть, допустим, было одно юридическое лицо, при этом, когда оно только появилось, да, вот эти два юридического лица, они только исчезли, и их право обязанности, они, по сути, прекратились. Вот, ну, это вот, мы про это будем говорить в рамках лекции подсчета, наверное, гражданского права. Дальше, что касается еще правоспособности. Правоспособность, еще разочек, да, это способность иметь права и обязанности. Второе состояние, второй элемент правосубъектности – это деликтоспособность. Что такое деликтоспособность? Деликтоспособность – это способность нести ответственность. То есть, способность отвечать на свои поступки, на свои действия и нести юридическую ответственность. Деликтоспособность, где-то связано с таким третьим состоянием правосубъектности, как дееспособность. Что такое дееспособность? Дееспособность – это способность своими действиями приобретать права и нести обязанности. Дееспособность у физического лица возникает не сразу, а возникает, ну, так скажем, постепенно, по чуть-чуть. Он, допустим, в возрасте от 6 до 14 лет возникает дееспособность малолетних. В этом возрасте человек может совершать мелкие бытовые сделки, ну, вспоминайте себя, да, мама говорит, ну, сходите, купите, там, булку хлеба, и при этом, опять же, вы же не берете там с собой свидетельство о рождении, там, расписку от мамы, фотографию необходимой булки хлеба, да, вы просто идете и покупаете. Вот, дальше. Вот в этом состоянии можно вступать в договорные отношения, связанные с дарением. Но выступать вы можете, как правило, только как одаряем, если мы с вами говорим, ну, про передачу этих-то ценных вещей. Ну, допустим, вспоминаем себя, да, что, там, дорогой Ваня, видите, вот тебе через дня волнения велосипед, телефон, там, телевизор, компьютер, например, да. Принять-то вы можете, пользоваться можете, но передарить потом, увы, ах, уже не получится. Далее. Что касается дееспособности юридического лица. Ну, это понятие, оно почти не используется, потому что дееспособность юридического лица совпадает с понятием правоспособности. И поэтому мы к нему больше возвращаться, как бы, не будем в контексте юридического лица. Дальше. Что касается дееспособности юридического лица. В возрасте от 14 до 18 лет наступает дееспособность несовершеннолетних. И в этом возрасте можно существенно увеличить те отношения, в которые вы вступаете. То есть у вас появляются новые права, самое главное у вас меняется интеллектуальное ваше состояние, волевое, и возможность обратить в себя ответственность появляется, и вы можете вступать в тельные отношения. Самое главное в этом возрасте вы можете вступать в трудовые отношения. Ну конечно согласие законов представителей, но работать вы будете сами. А еще в этом возрасте можно провести такую процедуру, которая называется эмансипация. Что такое эмансипация? Сейчас понятие эмансипации используется как правило в контексте гендера, то есть в контексте женщины. Женщины стали эмансипированы, но я сейчас не об этом. Эмансипация в контексте нашей темы это возможность приобрести полную дееспособность досрочно. Когда это возможно? Это возможно в том случае, если человек работает в качестве индивидуального предпринимателя, это возможно в том случае, если человек создает семью. То есть полная дееспособность наступает при достижении 18 лет. А вот дееспособность можно получить чуть-чуть пораньше. Вот что касается дееспособности. Для дееспособности, способность нести ответственность, она как правило наступает в достижении в округленном возрасте. Ну тут можем продвижаться, допустим, по видам ответственности. Уголовная ответственность для человека наступает по общему правилу при достижении 16 лет. Ну за некоторые составы преступлений ответственность наступает при достижении 14 лет. Что это за составы преступлений будем с вами рассматривать, забегая вперед скажу, да, это за совершение убийства, терроризма, терроризм, экстремизм, ну там действия на сексуальном характере, на символе и так далее. Вот. Дальше. Что касается административной ответственности, там принцип, ну там принцип тот же. По общему правилу наступает при достижении 16 лет. Но за совершение некоторых видов правонарушений наступает при достижении 14 лет. Вот. Дисциплинарная ответственность, то есть ответственность за совершение дисциплинарного проступка, допустим, в трудовых отношениях, административных, наступает, как правило, при, ну, по-моему, насколько я помню, в достижении тоже так же 16 лет. Вот. Что касается субъекта правоотношений, надеюсь, вам теперь более-менее понятно, да, что означает понятие дееспособность. Можно ли как-то ограничить дееспособность физического лица? Да, можно. Кто ограничивает, какой он ограничивает, как правило, судебный орган, да? Вот тут могут подпоспствовать ограничения на такие органы, как органы опеки и попечительства. Очень часто говорят, что, допустим, ну, мои студенты, когда я спрашиваю про ограничение дееспособности, говорят, что, ну, ограничить можно, допустим, инвалида. Это не совсем верно. Инвалид, если он, допустим, получил инвалидность, не связанная с нарушением, там, мозговой деятельности, допустим, просто парализован, или, там, нет ноги, ну, вообще нет конечностей, но при этом он отдает отчет своим действиям, он является дееспособным. То есть, он самостоятельно может принимать решение. Вот. А вот что касается заболеваний, которые влияют на болевой и индивидуальный момент, ну, на сознание человека, тут, конечно, да, если есть эта болезнь, то дееспособность будет ограничена. И на человека будет поставлен опекун, который должен будет заботиться о данном человеке. Что это за болезни, да, ну, это, допустим, синдром Дауна, шизофрения, олигофрения и ряд других заболеваний. Далее, что касается правоотношения. Второй важнейший элемент правоотношения – это объект правоотношения. То, по поводу чего возникает правоотношение. Объектом может быть имущество. И тут, допустим, объектом могут быть вещи, движимые, недвижимые, да, допустим, да, движимые, понятно, допустим, автомобили и так далее, недвижимые, допустим, земельные участки, там, квартиры. Что касается еще объектов, объекты могут быть, ну, допустим, мы не знаем, говорить про вещи, вещи могут быть потребляемые, непотребляемые, допустим, потребляемые это те вещи, которые в процессе эксплуатации, они полностью теряют свои свойства, допустим, это продукты питания, вот, непотребляемые, допустим, износ которых, ну, он длительный по времени, допустим, автомобиль, ну, или одежда. Объектом правоотношения могут быть и нематериальные блага, допустим, да, это честь, достоинство, в принципе, деловая репутация. В этом случае, если они покушаются на них, они должны становиться объектом еще и правонарушения, и человек имеет полное право защищать свое доброе имя, свою честь, достоинство и деловую репутацию. Но об этом будем говорить в контексте темы, посвященной правонарушению. Далее, что касается еще правоотношения, третий важнейший элемент это содержание правоотношения. Что такое содержание правоотношения? Содержание правоотношения это совокупность прав и обязанностей, которые возникают у субъектов по поводу объекта. Ну, на примере, допустим, вы покупаете автомобиль. Вы покупатель, я вам его подарю, я продавец, мы субъекты правоотношения, объектом является автомобиль. А вот совокупность наших прав и обязанностей это не что иное, как содержание правоотношения. То есть у меня, ну, у продавца возникает право требовать от вас выплату денежной суммы, обозначенной в договоре купли-продажи. У вас возникает право требовать, чтобы я вам передал транспорт на средство, ну, надлежащим образом, в том состоянии, которое прописано в договоре. И чтобы я вам предоставил всю исчерпывающую информацию о данном автомобиле. А потом уже передал соответствующие документы. При этом, друзья, да, опять же, обязанность, моя обязанность это ваше право, а ваша обязанность это моё право. Вот такие взаимоотношения называются взаимоотношения, которые носят корреспондирующий характер. То есть, ну, право одного это обязанность другого и наоборот. Это содержание правоотношений. Что касается видов правоотношений. Правоотношения, бывают различные, да, допустим, правоотношения могут быть материальные и процессуальные. Это правоотношения материальные, связанные с каким-то объектом, с каким-то, допустим, материальным правом, ну, допустим, правоотношения, связанные с созданием семьи. А процессуальное правоотношение – это правоотношение, связанное с порядком реализации своего права. Ну, допустим, нарушили, ну, например, у вас оклевитал человека, вы хотите защитить свое право, и вам нужно совершить определенный порядок действий. Это и будет как раз, ну, процессуальным правоотношением, то есть ваше взаимоотношение с судебным органом, подача из кого-то заявления, ну, и так далее. Дальше. Что касается правоотношения. Я упомянул про то, что для того, чтобы возникло правоотношение, необходимо, чтобы был юридический факт. Но еще есть такое понятие, как фактический состав. Что такое фактический состав? Фактический состав – это совокупность юридических фактов, которые, ну, то есть это разные юридические факты, которые должны возникнуть, и только при наличии всех, грубо говоря, да, возникнет какое-то правоотношение. Ну, вот, например, да, друзья, смотрите, как возникают пенсионные правоотношения. Ну, чтобы не выйти на пенсию, необходимо, чтобы было три юридических факта. Первый юридический факт – это наступление определенного возраста, ну, то есть, по сути, факт события. Дальше. Второе – это что? Наличие трудового стажа. Ну, тут, может быть, принципиально о том, что должно быть какое-то, в принципе, действие в моей стране, то есть я должен работать по трудовому договору. И третье – что я должен подать соответствующие документы в пенсионный орган. Вот эти вот три юридических факта. Не будет хотя бы одного – пенсионные правоотношения уже не возникнут. Вот. Вообще, тема правоотношений является основной и фундаментальной. Правоотношения возникают, пронизывают жизнь каждого человека, просто мы сейчас не отдаем отчет, что это за правоотношение, как оно возникает, в чем его смысл. Но если вы хотите быть защищенными, то есть хотите чувствовать себя в безопасности, вам нужно помнить, что правоотношения возникают только определенным образом и находятся под защитой государства. Самое главное – вам нужно четко понимать, да, что это правоотношение, на основании чего оно возникло, какая моя обязанность, какое мое право и каким законом это правоотношение регулируется. Вот. Знаете этот алгоритм и можете, в принципе, ничего не бояться, вы можете себя считать максимальным еще. Вот. Что касается прекращения правоотношения. Ну, я уже правильно понял, правоотношения прекращаются тогда, когда, как же, допустим, возникает определенный юридический факт. Ну, допустим, это может быть смерть человека, как понятно, да. Препорожение заканчивается, допустим, правоотношение его и, допустим, его отношение, ну, с женой, к примеру. Вот. Это может быть какая-то болезнь, да. Болезнь, которая повлечет изменение волевого характера человека, да, то есть изменение сознания. Ну, допустим, человек, допустим, заболел менингитом, да, и вследствие этого был, допустим, уволен из рядов вооруженных сил. То есть, вот, по сути, прекратились эти вот правоотношения. Да. Причина стала болеть. Я вас очень прошу запомнить понятие дееспособность и рассмотреть, в принципе, дома самостоятельно ситуацию, когда можно ограничить дееспособность. И очень вас прошу не путать понятие дееспособность с понятием меняемости. Все-таки это немного разные понятия. А в чем их разница, мы с вами посмотрим на нашем следующем планете. Напоминаю, я есть в социальных сетях, я есть в контакте. Если у вас возникают какие-то вопросы по теме, да, в наших лекциях, и приобретаете просто пообщаться по дисциплине правительства, то, ради бога, я всегда готов вас услышать и с вами пообщаться. На сегодня все. До свидания.